Привет, друзья, с вами Резмитрий Ророшенко, и сегодня поговорим о беженцах Российской Федерации, а именно о том, что 15 июля 2020 года депутатами Государственной Думы был принят законопроект о внесении изменений в закон о беженцах. Напомним, что в настоящее время основанием для утраты статуса беженца или временного убежища является получение вами вид на жительство, то есть постоянного проживания. В результате лицо, которое получило вид на жительство, оно теряет гарантии запрета на возвращение против его воли в то государство, откуда его приняли. То есть прибыль государства, гражданские принадлежности. Даже если продолжает существовать обстоятельство, по которым вы получили статус беженца или временного убежища. При этом лица данной категории в ради случаев и не могут, в принципе, получить вид на жительство. То есть они оформляют, например, РВП, а потом у них заканчивается срок действия паспорта, и инспектор им не может видать вид на жительство в связи с тем, что у вас истек срок действия паспорта, либо документ недействителен, либо этот документ отсутствует вообще изначально, потому что прибытие в Российскую Федерацию без паспорта не является препятствием для подачи заявления на оформление статуса беженца или временного убежища. Вот чтобы решить эту проблему, законопроект предполагает исключить, во-первых, вид на жительство к основаниям для утраты статуса беженца или временного убежища, прошу прощения. И второе, также законопроект предусматривает положение о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации станет документом, удостоверяющим личность, получившим временное убежище. Тем самым дается возможность иностранному гражданину вот с этим свидетельством оформлять уже в последующем РВП вид на жительство без фактического удостоверения личности, как мы предполагаем. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике, естественно, но законопроект данные условия предполагает. Также само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища и, в свою очередь, основанием для законного пребывания на территории Российской Федерации является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса беженца либо временного убежища. В принципе, вот на этом весь законопроект. По законопроекту просто исключается основание для утраты статуса беженца при наличии вида на жительство. То есть, исключаются пункты из федерального закона о беженцах. Таким образом, в резюме, то есть, по данным законопроекту, далее он должен пойти в Совет Федерации на одобрение президента Владимира Путину. Если будет одобрен, подписан президентом, то законопроект дает возможность при наличии вида на жительство сохранить статус беженца или временного убежища и также при наличии свидетельства на счетов предоставления временного убежища на территории Российской Федерации, он становится фактическим удостоверением личности такого лица. Такие изменения. Далее я предлагаю вам также посмотреть рассмотрение данного, обсуждение данного законопроекта в Госдуме, доклад депутата, курирующего данный законопроект. Вам всего доброго, успехов в оформлении миграционных и других документов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами, представляющими все фракции Государственной Думы. Одним из основных утраты статуса беженца или временного убежища, предусмотренным действующим федеральным законом о беженцах, является получение лицом разрешения на постоянное проживание в Российской Федерации, то есть вида на жительство. В результате беженец, получивший вид на жительство, утрачивает защиту от возвращения против его воли на территории государства своей гражданской принадлежности, то есть свое прежнее место жительства. Даже если продолжают существовать обстоятельства, в связи с которыми ему ранее был представлен статус беженца или временное убежище, имеет место случай, когда иностранному гражданину, проживающему на территории Российской Федерации, на основании вида на жительство в связи с возникшими обстоятельствами в стране гражданской принадлежности или в стране прежнего места пребывания, необходимо представление защиты на территории Российской Федерации, то есть смена политического режима, незаконное уголовное преследование и т.д. Вместе с тем, в действующем законе о беженцах, в качестве основания для отказа лицу в рассмотрении калатайства о признании беженцем является возможность получить разрешение на постоянное проживание или само разрешение на постоянное проживание на территории Российской Федерации, которое гарантируется правами предусмотрящей Конвенцией 1951 года о статусе беженцев и протоколом к ней 1967 года. При этом лица рассматриваемой категории в ряде случаев не могут получить на руки вид на жительство в связи с отсутствием действительных документов, удостоверяющих личность, так как у национальных паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, например, истек срок действий, и они стали недействительными, либо данные документы отсутствовали изначально. Именно поэтому нашим законопроектам предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища. Практика, сложившаяся с урегулированием правового положения, в том числе граждан Украины, проживающих сегодня на территории ЛНР и ДНР, показала, что при отсутствии действительных национальных документов вид на жительство выдавался к удостоверению беженца или к свидетельству о представлении временного убежища, что фактически нивелировало норму федерального закона о беженцах, предусматривающих утрату статуса после получения разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Также законопроектом предусмотрено положение о том, что свидетельство о представлении временного убежища на территории Российской Федерации является документом, удостоверяющим на территории Российской Федерации личность лица, получившего временное убежище, установленное только постановлением правительства номер 274 о представлении временного убежища на территории Российской Федерации. Принятие законопроекта позволит устранить возможные коллизии между институтом убежища и положением законодательства о правовом положении иностранных граждан РФ, повысить защиту лиц, признанных беженцами, или получивших временное убежище, создать дополнительные условия для их адаптации и интеграции на территории РФ. Также будут устранены описанные выше проблемы получения указанной категории лица вид на жительство и гражданство РФ. Прошу поддержать, учитывая, что все фракции уже поддержали. Спасибо за внимание.